Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Андрей Щетников и сегодня я хочу обсудить один любопытный опыт, о котором мне сообщил один из наших подписчиков. Опыт состоит в следующем. Человек утверждал, что если взять дискообразный неодимовый магнит, пометить его стороны, я одну здесь пометил красным, а другую синим, и начать этот магнит подбрасывать без сильного подкручивания, то он будет предпочтительно падать на стол вверх одной стороной. Вот сейчас синий упал, но правда сейчас упал у меня рыжий. Синий, синий, красный, красный, синий. Вроде бы чередуются оба способа, может быть по-другому надо бросать. Игорь Белецкий в своих роликах когда-то этот опыт делал и бросал магнит с высоты на подушку. Ну а я сейчас вот так побросаю, держать его ребро, отпускать вниз. Красный, синий, красный, 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 синий. Ну вроде бы пока что никакой закономерности не прослеживается, я тут даже стал сомневаться, что вообще-то что-то есть. Но когда бросал магнит, заметил одну тонкую вещь. Сейчас я вам продемонстрирую. Если класть магнит красной стороной вверх на ладонь и подкидывать его, то он в общем обычно переворачивается несколько раз. А вот если класть его синий стороной вверх и подбрасывать, даже чуть-чуть пытаться подкрутить, то он делает такую штуку. Он как бы крутится в одну сторону, а потом в другую. Ну это мне видно глазом, а вам конечно нет, но сейчас мы попробуем это заснять в замедленной съемке. Я легонько подкручиваю монету по часовой стрелке, а наверху она вращается уже против часовой стрелки. Получается такое качание, идет вниз и снова вращается в другую сторону по часовой стрелке. Давайте посмотрим на еще один бросок. Итак, начало. Монета крутится в одну сторону, теперь в другую, падает вниз и снова начинается вращение по часовой стрелке. Если бы наша монета не была магнитной, она не могла бы так покачиваться в полете. В какую сторону я бы ее подкрутил, туда бы она и продолжала вращаться дальше. А стало быть, явление, которое мы наблюдаем, надо объяснять магнитными свойствами монеты и ее взаимодействием с магнитным полем Земли. А про магнитное поле Земли я знаю, что здесь, в Новосибирске, его инклинация, то есть угол между силовыми линиями и горизонталью, составляет 75 градусов. Магнитное поле почти вертикально. И вот в этом-то вертикальном поле и происходит движение монеты. А теперь давайте посмотрим, как наш магнит взаимодействует со стрелкой компаса. Если я подношу его к стрелке красной стороной, стрелка разворачивается на 180 градусов. Она ориентирована сейчас так же, как магнит, и переворачиваю магнит с синей стороной к стрелке. Стрелка возвращается в первоначальное положение. Значит, красная сторона магнита соответствует северному концу стрелки. А я знаю, что в наших широтах магнитные силовые линии смотрят в Землю. И это означает, что естественное положение магнита, монеты, ориентированной по силовым линиям, таково, что синяя сторона смотрит вверх, а красная смотрит вниз. Именно в этом положении я и наблюдал его своеобразные качания в полете. И они должны напоминать нам качание стрелки компаса. И оно теперь и понятно. Магнит, который падает, будучи ориентирован по полю, находится в положении устойчивого равновесия относительно поля. И если мы его немного отклоним из этого положения, он будет здесь покачиваться, но не перевернется. А магнит, который ориентирован против поля, находится в положении неустойчивого равновесия. И если мы его выведем из этого положения, или он сам из него выйдет, то он немедленно перевернется, ну а дальше будет качаться сильно, как качается маятник, который мы отвели, и в такое положение, что он достигает своей верхней точки. Ну и понятно, что вот такое падение, оно имеет шансы и закончится в этом положении. А если мы магнит запустили вот так, то в каком положении он прилетит вниз, мы точно не знаем в силу его вращения. Ну и если ему крутнули, то мы тоже этого не знаем, надо только крутнуть достаточно сильно. И между прочим, мы теперь понимаем, что Игорь Белецкий именно так и бросал магниты в своих опытах. То в устойчивом положении, и тогда они падали в этом положении на подушку, то в неустойчивом, и тогда они начинали вращаться. А что происходит, когда я бросаю монету, как мне кажется, случайным образом? Я сделал 4 серии по 100 бросков, и у меня в них получились такие результаты. 63, 37, 62, 38, 73, 27, и 68, 32. И все 4 раза в пользу синей стороны монеты вверх. Так что и в этом случае каким-то образом мы имеем предпочтительное направление, хотя могут выпадать, конечно, и красные стороны монеты магнита. Ну, почему так происходит, если я подкручиваю монету достаточно сильно? Вроде бы она не может при этом в полете остановиться, а тем не менее мы видим такие результаты. Попробуйте это объяснить, и ваши соображения на этот счет пишите в комментарии к этому ролику на YouTube. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!